Здравствуйте, уважаемые зрители. Китайская фирма Alecrow прислала мне на обзор HMI-дисплей на микроконтроллере ESP32-S3, 5-дюймовый. Кому это интересно, давайте посмотрим на него. Приходит он в такой картонной коробке. Продается он в том числе с акриловым корпусом, но как бы я об этом не знал. Коробка у нас сам дисплей в антистатическом пакете, USB Type-C кабель сантиметров 40 и еще свой кабель, поскольку они используют двухмиллиметровый разъем с четырьмя дюпонами. Так, ну ладно, нам это пока не нужно. Так, посмотрим на сам дисплей. HMI-дисплей Alecrow выпускается в различных размерах, 5 и 7 дюймов есть, есть меньше, но 5 и 7-дюймовые отличаются в лучшую сторону тем, что здесь самое большое разрешение экрана 800 на 480 и у них емкостные сенсоры. У дисплеев меньшего размера разрешающая способность меньше и сенсорный слой резистивный, то есть нажатие нужно будет либо ногтем делать, либо стилусом. Также эти два 5 и 7-дюймовых высокого разрешения экрана, они подключены самым быстрым интерфейсом из возможных к ESP32 S3, именно поэтому тут S3 взят, поскольку в нем появилась возможность подключения RGB панели. Самое широкое подключение, оно дает наибольшую скорость передачи изображения. Но за это пришлось заплатить дорогой ценой. Очень много пинов уходит на подключение дисплея, поэтому почти ничего не остается. Давайте глянем на него снизу. Вот модуль ESP32 S3, ROM1. Значит на нем 4 мегабайта флеш-памяти и дополнительно еще есть PS-RAM. Поэтому как бы это хорошо. Тут у нас есть разъем двухмиллиметровый для подключения динамика. Он подключен к микроконтроллеру по i2s интерфейсу, то есть еще кучу ног мы потеряли. Вот SD-карточка, микро-SD понятное дело. Разъем для батарейки тоже двухмиллиметровый. USB Type-C для питания и для того, чтобы заливать прошивку. Две кнопочки. Кнопка Boot, это GPO 0 на землю. С помощью нее мы можем перевести модуль в режим прошивки. Ну и кнопка Reset, понятное дело. И тут два таких разъема, по-моему тоже двухмиллиметровый. Вот как раз кабель к ним идет в комплекте. Один разъем это UART, ну для того, чтобы из этого экрана сделать классический HMI. А второй разъем, на него выведен GPO 38 и питание с землей. Ну он хоть четырехпиновый, по факту трипина. Также этот разъем продублирован здесь с помощью обычных дюпонов. Значит, видите, всего одна, один дополнительный как бы GPO 38 выведен наружу. Потому что как бы дисплей, тачскрин, SD-карточка, i2s интерфейс съели, в общем-то, получается, что все, что было. Даже более того, GPO 0 тоже используется дисплеем, поэтому если на кнопку нажать в момент работы дисплея, на нем графический артефакт появится. Вот. Такова цена была за быстрый интерфейс. То есть, напоминаю, здесь всего один GPO 38. То есть, грубо говоря, мы можем сюда подвесить какой-нибудь DS18B20, ну или еще какое-нибудь OneWire-устройство. Вот. А ни i2c, ничего больше наружу не выведено. Честно сказать, я даже не знаю почему, потому что i2c используется для тачскрина, поэтому кто мешал его вывести на один из этих разъемов, ну как бы, что есть, то есть. Так, ну и давайте глянем на углы обзора. Значит, у меня сейчас там не... Он пришел с прошивкой, в которой была там виртуальная такая а-ля картотепа, редактор. Но фон экрана там был светлый. Вот. И поскольку здесь ТН-матрица, как в большинстве, в общем, во многих, точнее, HDMI дисплеях до сих пор, на светлом фоне это, конечно, печально выглядит. Так. Ну, я тут собрал прошивку на черном фоне с оранжевым интерфейсом. Вот. Вот. НТП-часы. Если вам будет интересно, то я сниму следующий ролик, как такие часы сделать на этом экране, чтобы вы поняли, что возник с ним не так много и это все не так сложно. Но по времени это, конечно, много. Поэтому в этот ролик это все не пойдет. Так. Что тут есть? Значит... Вот есть интерфейс. Видите, есть виртуальная клавиатура. Вот. Есть, допустим, управление яркостью такое вот тоже удобное. Вот. Ну, это простейший как бы скетч. Вот. Смотрим на углы. Вот. И видим, что есть и засветы, и реверс цвета, и все такое. То есть все прелести ТН-матрицы, к сожалению, налицо. Вот. Но так, надо потише сделать яркость. Но все равно, видите, пересвет. Вот. Можно подобрать, конечно, подсветку заднюю полегче. Вот. Какие-нибудь там получше будут изображения. Но прямо вот, чтобы оно было идеальным, ну, пока такие экраны IPS-матрицы почему-то не любят. Так. И давайте мы перейдем за компьютер. Я покажу уже на самом сайте электроу, как бы, что этот экран... Какие у него альтернативы, варианты и так далее. Вот. Кому это уже неинтересно, но с тем я сейчас прощаюсь. Итак, если мы перейдем на страницу на сайте электроу, посвященному ESP-HMI дисплеями, то увидим тут некое многообразие размеров и возможностей. Если вы до этого момента не были знакомы с HMI дисплеями, то это Human Machine Interface. То есть это дисплей, как правило, сенсорный, на котором можно нарисовать некий пользовательский интерфейс, и человек может взаимодействовать с каким-то другими вещами, значит, через помощью этого дисплея. Ну, он не обязательно сенсорный, там могут какие-то оргонаправления быть под ним и так далее. Обычно HMI дисплей — это некое автономное, значит, дисплей, выполняющий на своем борту своим микроконтроллером программу, и он связывается с каким-то другим внешним устройством, как право микроконтроллерным, по UART-интерфейсу, обеспечивая протокол взаимодействия текстовый либо бинарный, но именно UART. В этом есть, конечно, свои плюсы, то есть там есть специальный редактор, который вы можете довольно сложную программу на дисплее забабахать, и какой-нибудь Arduino совершенно дохлый может прекрасно с этим дисплеем общаться, а картинка, сложная графика, там еще что-то будет на нем, в общем-то, ну, немыслимая для UNA того же мощности, да, вот. Но минус тоже очевиден, как бы, это довольно трудоемкий, в общем-то, процесс разработки, синхронизации данных, там, хранения переменных и так далее, вот. Если же речь идет об HMI-дисплеях, вот, типа, того, что вы сейчас видите на страничке, то их микроконтроллер ISP32, ну, и даже вот S3 в 7 и 5-дюймовых дисплеях, вот, они имеют возможность связи с Wi-Fi и с Bluetooth, и i2s интерфейс, как бы, то есть на них можно собрать устройство, которое само может что-то делать, помимо того, чтобы взаимодействовать только с пользователем. Вот, поэтому эти дисплеи в этом плане, как бы, значительно, на мой взгляд, конечно, превосходят HMI-автономные дисплеи. Вот, как мы видим, логотипчик LVGL Support большинство из этих дисплеев имеет, это значит, что можно использовать библиотеку хорошо документированную, LVGL, для разработки UI-интерфейсов, вот, чем, в общем-то, вы, наверное, будете заниматься. Так, ну и давайте мы перейдем на этот 5-дюймовый экран, вот, у них сейчас скидки, можно выбрать с акриловым корпусом, можно выбрать другого размера, как бы, это уже ваше дело. Вот, на Alicrow приличная документация, вики и так далее, вот, посмотрите, полистайте, очень интересно. И тут, вот, например, есть сравнение дисплеев различных. То есть мы видим, что наибольшее разрешение 800 на 480, у 5-дюймовых и 7-дюймовых экранов. Также у них единственных геймкостной сенсор, остальных резистивный. И в модуле S3, флэш тут 4 мегабайта, но 8 мегабайт PS-рама. У 4.3 тоже S3, но 2 мегабайта PS-рам, ну, тоже неплохо. Так, значит, что-то еще интересного. Контроллеры дисплеев разные, разные, понятное дело, контроллеры тачскринов. Ну, вот, TN-панель, к сожалению. Ну, вы видели, в общем-то, я не знаю, насколько камера, конечно, телефона показала. Вот, есть вики, довольно развитые. Тут, в общем-то, вся схемотехника приведена. Вот, при ее изучении выясняется, что, в общем-то, один пин выведенный вот на этот разъем. Ну, по факту, немного-то у нас осталось бы выбора. Вот так. Тут указано, как можно это дело, значит, все в Arduino поставить, какие параметры платы выбрать. Вот, и есть ряд примеров простейших, без использования экрана и тачскрина, просто для того, чтобы поработать с этой платой, как бы вы можете на их основе что-то сделать. И предлагается, что использовать какие-то другие библиотеки для графики. Ну, вот. В принципе, все прекрасно, кроме того, ну, что если вы возьмете там примеры кода отсюда, это 5-дюймовый дисплей, они не от него, и инициализация дисплей не пройдет. Но это не важно, я за вас все уже сделал. Итак, для разработки интерфейсов под LVGL библиотеку есть редактор SquareLine. Вот, он не бесплатный, но 30 дней трайла у меня есть, скачивайте, устанавливайте. Вот, он позволит вам в режиме редактирования делать дисплей, а код он будет выгружать сишный в ваш, как бы, среду разработки. Когда вы увидите, какой код он генерирует, и поймете, как да что, по большому счету, когда у вас кончится трайл-период, вы, наверное, вздохнете спокойно, потому что, в принципе, ну, на мой взгляд, редактор глючный. Вот, иногда, в общем-то, творит такие чудеса, что долгая работа, вся коту под хвост. Но, неважно, он работает для начала ознакомления, вам он подойдет. Я буду писать в платформе. Значит, вот под этим видео, помимо ссылок на покупку этого дисплея, будет рыба проекта, вот, который сейчас при вас я, как бы, сделаю так, что вы, ну, каком-нибудь Hello World, простейшее приложение мы соберем. К сожалению, затраты времени для любого более сложного приложения, они будут большие, это не значит, что оно сложное, просто значит, что времени много потребуется. Поэтому, если вам будет интересно, я сниму еще ролик про, вот, ну, например, такие часы, как вы видели в самом начале, вот, с параметрами имя Wi-Fi сети, НТП сервера, таймзона и так далее, вот, но это займет, ну, как бы, заметное время, сейчас сюда это, но на основе вот этой рыбы все будет сделано. По крайней мере, мы сейчас сэкономим время на следующие разы. Итак, рыба, да? Значит, я предлагаю... Во-первых, в платформе нет платы, которая подходила бы по параметрам, поэтому я взял за основу SP32DEV и испортил ее. То бишь, это S3, вот, LDScript S3, у нее есть внешняя память на QEOPY интерфейсе, приложение HugeApp, то есть до 3 МБ может занимать, у нас есть SRAM память, Flash 4, вот, и две библиотеки. Значит, я буду использовать для графики библиотеку GFX Library for Arduino, ну, как бы, вполне хорошая библиотека, и LVGL. Обе качаются из своих исходников, вот. Небольшая проблемка была из-за того, что используется GT 911 Touchscreen. Проблема была в том, что этот Touchscreen, значит, библиотеки, которые я для нее нашел, первые две таких наиболее популярных, да, они нам не очень годились, почему? Потому что этот Touchscreen подключен к этому дисплею без пина прерывания, а обе эти библиотеки полагали, что и прерывания, и ресет у нас подключены. Вот. И из-за этого, конечно, можно было минус единичку поставить в качестве параметров, но при этом тогда в лог ругалось, что некорректно GPO номер. Вот. Если же вы используете это будь как HMI, то в лог у вас полетит в ваш внешнеуправляющий микроконтроллер, ненужный совершенно ошибок. И, в общем-то, ну, первое, что я сделал, это я поправил библиотеку, которую брал, а потом понял, что она настолько кривая, несмотря на то, что популярная, что, в общем, решил чуть-чуть сделать простенькую библиотеку без поддержки прерываний и ресета именно для этого GTA 911, которая, ну, как бы достаточно для работы с LGA, LVGA, извиняюсь. Вот. И, в общем-то, тоже она вот в этой рыбе будет, да. Так. Значит, нам надо инициализировать дисплей, инициализировать тачскрин и инициализировать LVGA-библиотеку. Для этого есть файл HMI.h. Мы его подключаем в наш главный файл. В нем всего три функции. Вот. tft-anit, tsenit и LVGA-anit. Можно глянуть, как они устроены. Вот. Они, в общем-то, инициализируют необходимую, значит, драйверную прослойку LVGA-библиотеку, позволяя ей работать с этим тачскрином, с этим экраном. Вот. Все, в общем-то, нужно просто в начале кода вызвать эти три, значит, функции. Вот. То есть в рыбе они и есть. То есть мы вызываем tft-anit, если он вернул ошибку, то пишем, что не удалось инициализировать, вызываем tsenit и вызываем в конце LVGA-anit. Вот. Вот эта рыба сейчас, она инициализирует дисплей, тачскрин и готова к работе. Ну, вот с таким платформой инифайлом, то есть с таким файлом конфигурации. Так. Ну и давайте теперь мы, собственно, Hello World сделаем. Первое, почему подчеркнуто HMI? Потому что в платформе он нам закачал, любезно, библиотеки. Вот. Библиотека LVGL. У нее есть файл LV.conf.темплейт, но нет файла LV.pocer.conf.h. Мы этот темплейт открываем, сохраняем его под именем LV.pocer.conf. Темплейт убираем. И портим его. То есть вот этот if0 мы меняем на if1. Так. А остальное у нас тут более-менее все нормально. Теперь мы еще LVTigCustom0 меняем на LVTigCustom1. Вот. В общем-то все. Пока. Сейчас эта штука пересчитает. В общем-то у нас код должен был бы собраться. Ну, давайте попробуем даже его. Он, правда, смысла не имеет никакого. Вот. Как видим, код собрался. Варнинги не мои. Это все из библиотеки из LVGL и из GFX. Ну, что же делать-то? Последние версии. Так. Ну и все. Где Hello World-то, да, обещанный? Что мы ждем? Ну, давайте мы в редакторе. Запускаем SquareLine этот Studio. Говорим, что trial-период нас устраивает. Идем, выбираем Create. Выбираем Arduino. Тут один вариант Arduino с TFT и SPI. Ну, библиотека у нас другая. Имя проекта, ну, можете какое-нибудь указать. Так, резолюция у нас 800 на 480. Экран 0 градусов, квадратный, без... Так, Color Depth. Глубина цвета 16 бит. Тема, ну, мне больше Dark нравится. Все, как бы больше выбирать ничего не нужно. Делаем Create. Ну, у меня там, видимо, какой-то огрызок был. Вот. Получаем пустой скрин. Вот. Черного цвета. Ну, потому что тема темная. Отлично. Давайте серединке напишем «Здравствуй, мир». Выбираем label. Вот. Он уже идет в лайн середину. Ну, отлично. Но он мелкий, да? То есть, ну, во-первых, текст. На выражение наличия. Все как положено. Так. Hello World. Но он маленький, да? Style. TextFont. Убираем, как самая большая, там, 48 Монсерет. Ну, вот такой. Так, отлично. И давайте... Это пассивный элемент. То есть, никакого взаимодействия с пользователем он не имеет. Это не кнопка никакая, ничего. Давайте индикатор яркости сделаем на дисплее. Ну, и на этом, в общем-то, наверное, хватит. Вот. Предлагаю использовать элемент arc. Так. По центру. Давайте мы его в правом верхнем углу разместим. Top Right. Отлично. Проблема в том, что, видите, его срезало немножко. Его надо бы пониже сделать и полевее, да? Делаем отступ 8, допустим, точек вниз. И отступ 8, только в обратную сторону, минус 8. Влево. Вот. Теперь, отлично. Это будет индикатор, которым пальцем можно управлять. У него ранг от 0 до 255. ПВМ у нас, допустим, 8-битный. Значение у него 128, то есть посерединке. Отлично. И давайте какой-нибудь визуальный контрол, ну, текстовый. Так, берем, значит, еще лейбл. Вот. Мы его лапками тянем в дерево и бросаем его на этом арке, чтобы он стал его, как бы, ну, арк стал его родителем. Центр нормально, но, видите, центр теперь не экрана уже, а именно элемент, в котором он лежит. Текст у него, ну, 128, текущее значение, он опять маленький он. Ну, давайте мы ему тоже размер сделаем. Монсеррат тоже 48, он поместится. Вот. И теперь надо как-то заставить систему взаимодействовать, если пользователь что-то выбрал. Выбираем мы этот арк. Тут внизу есть события, ивенты. Делаем добавить ивент. Значит, не click it, а вот, value changed. То есть, когда значение будет меняться, мы можем что-то делать. Теперь что мы делаем? Мы вызываем функцию в... внутри нашей программы. То есть, здесь называем как-нибудь функцию, которая будет вызвана. Значит, по названию функции он требует маленьким буквам начинается, потом большие, ну, как в дури не принято. Ну, допустим, setBright какой-нибудь назовем. Вот, отлично. Эта функция у нас будет вызываться, мы можем поменять саму яркость подсветки. И давайте еще вот, чтобы менялось это значение в этом лейбле. Можно это сделать в коде, но можно это сделать и ничего не делать дополнительно. Выбираем еще один action. SetTextValueFromArc. Тут есть уже готовый. Добавляем. TargetLabel2. Префикса, постфикса нету. Ну, в общем-то, все. То есть, если мы что-то потрогаем, то метка изменит значение сама и вызовется еще функция. Отлично. Значит, можно это дело сохранить. Теперь надо этот код выгрузить, ну, точнее, вот этот экран выгрузить в виде C-шного кода в проект. Идем в меню файл. ProjectSettings. Вот тут можно, если вы что-то там изначально неправильно сделали, поправить. Но нас интересует. Первое. Cpp файл создаем для ивентов. Ну, потому что в платформе Cpp. Изначально. Дальше. И вот вызываем, куда мы сваливаем проект. Вот наша рыба. HMI5Demo. И тут в платформе думает, что у нас в SRC файл все эти исходники. Так, UI пусто, но туда же он скинет. Делаю, сохраняю еще раз. И идем в меню экспорт, экспорт UI файл. Вот он зачем-то еще раз подтверждение спрашивает. Ну, что ж, прекрасно. Отлично. Смотрим, что у нас произошло. Вот наш SRC. Туда налило три, значит, компонент Fonts и Screens. Папки, да, и файлы. Вот. UI.h файл. Это главный файл, который мы должны у себя заинклюдить. В нем описаны все наши элементы, которые мы положили на формы, там, на экраны и так далее. И здесь есть функция UI init, которую надо вызвать в самом начале для того, чтобы вот это все проинциализировать. Поэтому мы инклюдим вот этот UI.h и после того, как мы все проинциализировали, тут вызываем UI init. Вот. Чтобы работал весь этот GUI lv init библиотеки, нужно в лупе постоянно вызывать функцию lv timer handler. Вот. Ну и они обычно зачем-то в коде ставят задержку небольшую, ну, чтобы, видимо, часто его не дергать. Вот. такой код уже будет обрабатывать наш арк этот, да, только, правда, яркости меняться не будет. Почему? Потому что появилась еще такая, такой файл, как UI events .h и .cpp. Вот это наш setbrite, который мы указали там в коде, да, и вот его пустая реализация. Давайте мы ее наполним смыслом. Так, UI.h, значит так, в hmih есть константа gfxbl, это та нога, на которую приходит подсветка. Поэтому давайте мы его заинклюдим тоже. Вот. А тут все просто. делаем. Так, по-хорошему ардуин тоже надо заинклюдить, но в принципе сюда мы попадаем уже когда у нас в какой-то там в проекте уже ардуин заинклюден. Так, вот это константа gfxbl, двоечка, на втором gpu находится подсветка, и тут значение от 0 до 255. event вызван арком, то есть вот этот lv event t, вот в этой переменной t есть как-то возможность добраться до того, что его вызвало. Значит так, первое, как получить из арка значение lv arc get value, вот, он у нас возвращает значение, только теперь ему нужен сам этот арк. Конечно, мы можем взять арку вот отсюда, вот он так называется, как бы, он у нас один, ничего страшного, но мы могли бы использовать одинаковые ивенты и получать тот элемент, который вызвал этот ивент, мы можем получить его из этой переменной e, поэтому давайте мы это и сделаем. lv event get target наверное, и тут вот буква e, и мы получаем на выходе как раз тот контрол, который вызвал этот ивент. Вот, так, смотрим, проверяем, вызвали ui init в начале, вызвали в лупе lv timer handler. Все, давайте соберем это дело, загрузим в плату и посмотрим как все это работает. Оп, прекрасно. Что же у нас не так? Ага, шрифт Montserrat 14 есть, а 48 нет. Мы файл lvconf.h допортили, да? Вот, в нем есть настройки всех этих lvgl библиотеки, включая те шрифты, которые по умолчанию включены, вот они тут, и включен у нас только 14 шрифт, а никакие другие больше не включены. Если вы какое-то еще используете, вы просто единичку тут сделаете и будет счастье. Так, проверяем еще раз. Это не мое предупреждение. Это мне подложили. Ну вот, как видите, все загрузилось, ну, точнее, откомпилировалось, давайте это загрузим. Подключаем плату, удерживая кнопку boot, делаем перезагрузку, и плата переходит в режим прошивки. Теперь мы можем в нее что-то загрузить, потом кнопочкой также reset сделаем. Вот, видимо, из-за того, что GPO 0 пришлось использовать в дисплее, как бы автоматической перезагрузки тут не завезли. Так, ну, поехали. Я нажимаю кнопку reset. Вот, и видим у нас вот Hello World и яркость. Давайте яркость поиграем. Вот, как видите, отрабатывает и метка, и сама яркость. В общем-то, все, как видно, все работает. Вот, рыба, это будет под видео. Под видео будут ссылки на покупку дисплея. И также напишите, если вам интересно, я сниму ролик, но я говорю, он в ранее часа будет, к сожалению, за трудозатрат. Как ну, добавить, ну, сделать более осмысленное приложение, как бы с параметрами и все такое. Вот, вы видели его в начале, там будет и клавиатура виртуальная, параметры будут сохраняться в E-Prom, вот, Wi-Fi будет использоваться и так далее. Всем спасибо за внимание, творческих успехов, посмотрите на этот дисплей, он, ну, по-своему, интересный. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok